приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня 20 апреля и луна сегодня переходит из первой фазы во вторую фазу и находится луна в это время в знаке лев поэтому сегодня мы ничего не делаем мы об этом уже говорили а сейчас поговорим об оставшемся времени когда будет луна находиться в знаке лея причем луна растущая итак рассмотрим вот мы рассмотрели это у нас вторая фаза перед полнолунием это то время когда очень опасно подходить к растениям с ножницами помните я вам рассказывала старую историю старый агроном меня учил никогда в это время не подходить к растениям но давайте поговорим более подробно и так растущая луна 21 апреля все 24 часа в 22 апреля видите перечеркнула до до 16 часов обычно все календари показывают но луна без курса начнется в 15 часов 7 минут и будет находиться там до перехода в следующий знак дева до 16 часов 0 9 минут поэтому если какие-то работы собирается сделать постарайтесь сделать это до 14 часов дня ну а теперь по культурам и по видам деятельности из овощей лев покровительствует только спаржевые фасоли это я отвечаю на вопрос наших жителей теплых стран а также те кто собирается посеять в теплице для спаржевой фасоли открытый грунт для всех остальных регионов еще холодно также кто высаживал высевал лук из семян рассадный получил и собирается высадить можно высаживать тем более чтобы посеяли в знак тельца при убывающей луне все хорошо получилось и можно высадить для того чтобы получить репку а вот если хотите получить витаминную зелень тогда вот лук крепко очень хорошо для этого подходит для витамина зелени на салаты это великолепно следующая посадка растений и рассады не рекомендуется это опасное время и если какие-то будут повреждения это очень болезненно восприниматься будут растениями но в крайнем случае если вы купили в контейнере и не будете нарушать корневую систему и не будете обрезать тогда еще можно положить землю а затем пересадить можно прямо с контейнера а затем в хороший день пересадить поливы не эффективны и потому что сейчас растения стихии огня они не воспринимают вообще воду заняты совсем другими делами следующий вид деятельности подкормки не рекомендуются почему да потому что снова же растения не пьют воду а значит и нет возможности вот этого тока воды с которыми идет идут все питательные вещества заняты растения совсем другим делом поэтому не рекомендуем проводить подкормки не по листьям тем более и тем более под корень в саду вот это то что я еще раз хочу напомнить в саду нельзя обрезать садовые растения а вот если нужно в теплице зеленые то это аккуратненько сразу же обработать ранку но лучше это пройти мимо перенести на другой день поэтому можно только в экстремальных случаях для зеленых растений но нельзя обрезать садовые растения это очень болезненно тем более у нас полнолуние скоро но и обработки очень хорошо обрабатывать биопрепаратами это для овощей для закрытого грунта очень актуально но в открытом грунте можно обрабатывать и другими препаратами исключая соду и исключая такие фунгициды которые воздействуют на клеточки растений ядовиты я их так называю то есть щелочные которые разрушают клеточки вот любые вот эти препараты их нужно исключить лучше биопрепараты и травы ну а чем можно заниматься написали мне некоторые садоводы огородники вот очень хорошо готовить почву грядочки под посевы под посадки закрывать влагу там где дождики прошли убирать цветники сады все это очень хорошо в эти дни льва ну что ж раиса горяченко Александр Олег прощается с вами мы поговорили о том что мы будем ближайшие дни делать ну а завтра мы поговорим о следующем периоде который будет более благоприятен и там предстоят очень много много дел большой объем работы нам предстоит так что до новых встреч в новых видео